Мы в свое время рассчитывали, сколько должен стоить рынок относительно ставки безрисковой доходности. То есть, что такое фондовый рынок? Фондовый рынок — это рынок, на котором обращаются акции и облигации. То есть, инструменты с фиксированным доходом и инструменты без фиксированного дохода компании, когда делятся частью заработанной прибыли. Если ты вкладываешь в акции, то есть, если ты становишься собственником предприятия, создающим прибавочную стоимость, то получается, ты становишься, по сути, таким капиталистом. Да, посредственно, ты сам управлением не занимаешься, но ты финансируешь эту деятельность. То есть, ты становишься акционером и рассчитываешь, что ты получишь прибыль за счет того, что компания заработает эту прибыль и распределит ее тебе в качестве акционера. И поэтому получается, что всегда, если я капиталист, если у меня есть деньги, у меня будет стоять вопрос, что лично я хочу? Я хочу отдать в что-то понятное, в что-то прогнозируемое, в что-то управляемое, то есть, где у меня есть четкие условия контракта. Количество денег, которое у меня занимает предприятие, под какой процент оно у меня занимает, когда отдаст. По сути, облигация, механизм облигации, да, это кредитный рынок, где компания, имитент облигации, кто выпускает облигации, выступает заемщиком, я являюсь кредитором, и у нас условия возвратности, платности, срочности. Если я капиталист, я могу отдать просто в облигации, и я буду знать, что я дал в долг государству российскому на 10 лет 100 тысяч рублей, соответственно, ежегодно буду получать на вложенные 100 тысяч рублей 13% в ставку купона. Без головной боли, без нервотрепки, безо всего, получать 13 тысяч рублей в год купонов. Основные 100 тысяч рублей верну через 10 лет. Говорю, нет, не хочу получать 13% в ставку доходности, хочу получать доходность больше. Чтобы получать доходность больше, я должен стать капиталистом, или собственный бизнес открыть, или купить акции компании. При этом на фондовом рынке присутствуют и акции роста, и акции стоимости. Акции стоимости, которые активно не растут, но выплачивают дивиденды. Акции роста могут вообще ничего не платить, но в будущем когда-то заплатят, когда разовьются. И в том и в другом случае это все равно бизнес, в котором присутствуют административные риски, правовые риски, валютные риски, процентные риски. То есть любой предприниматель обложен кучей рисков, среди которых он маневрирует и зарабатывает непосредственно прибыль. И вот это называется премия за риск. То есть я как капиталист, если вкладываю в акции, я помимо ставки безрисковой доходности, которую я могу получить в 10-летних облигациях, дав их в долг государству, я хочу получить премию за риск, значит я хочу получить более высокую норму прибыли. Она как правило в 2 раза больше ставки безрисковой доходности. Получается, что для меня имеет смысл рассматривать акции только в том случае, когда они мне обеспечивают ставку безрисковой доходности 13%, которые я и так могу в облигациях получить. Плюс они могут мне предоставить премию за риск в районе 20-30%. То есть итоговая доходность, на которую я рассчитываю, вкладывая в акции российских компаний, составляет от 35% до 45%. При текущей ставке центрального банка 16%. Высокой ставки. Почему я про это говорю? У нас же новостей полно, все требуют комментариев. Президент России внес дополнение в свой указ, касающийся того, что не дружественные, не резиденты, которые владеют активами фондов через управляющие компании, не имеют права продавать, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот сейчас, соответственно, все упадет. Ребят, ну хоре уже читать новость. Если сейчас посмотреть на российский рынок, как я на него лично смотрю, у нас все боятся девальвации рубля, обесценивания денег. Сегодня на что мне нужно потратить 100? 5 лет назад мне нужно было на это же самое потратить 50. Если мы боимся девальвации, и первая гиена, назовем ее огненная, да, это инфляция, то у нас стоит вопрос, что наши деньги нужно защитить от инфляции. Вторая гиена, которая тем или иным образом все равно связана с инфляцией, это валютный риск. 5 лет назад для того, чтобы поехать в Турцию, мне нужно было 200 тысяч рублей. Сейчас мне, чтобы поехать в тот же самый отель, по той же самой системе, мне нужно заплатить 400 тысяч рублей. Как стоила 2000 долларов путевка, так она, в принципе, и осталась 2000 долларов. Но дело в том, что доллар тогда был 50 рублей, а сейчас он 100 рублей. Здесь возникает вопрос, что для того, чтобы спать спокойно, надо не новости смотреть. Вы должны фокусироваться над одним вопросом. Как у меня в настоящий момент защищены два риска? Валютный риск и инфляционный риск. Вот прямо сейчас, в марте 2024 года, о чем можно говорить, что выполняют функцию защиты от инфляции? Мы сейчас пока про валютный риск не говорим. Облигации с переменным купоном, которые привязаны к инфляции, они, в принципе, сами по себе, природа этих облигаций защитить от инфляции. Купон привязан к ставке центрального банка. Ставка центрального банка зависит от инфляции. Растет инфляция, растет ставка центрального банка. Вы получаете более высокий доход по облигациям, защищающим от инфляции. Справляются с этой функцией линкеры и флуатеры? Справляются. Ставим себе галочку и задаем вопрос. Вот у меня в портфеле лично, у меня есть облигации защиты от инфляции? Облигации с фиксированным купоном. Наложение большого количества геополитических санкционных рисков и рисков на финансовую систему в России провела к тому, что центральный банк при снижающейся инфляции держит процентную ставку на высоком уровне. Чем дольше он держит процентную ставку на высоком уровне, тем резче он ее начнет снижать, когда вот этот тренд на замедление инфляции будет более устойчивый и стабильный. Получается, что вот в настоящий момент, конец первого, начало второго квартала, хороший момент для того, чтобы входить в долгосрочные облигации с постоянным купоном, потому что на этом можно будет дополнительно заработать. Да, в моменте доходность облигаций не покрывает инфляцию, но на это осталось 3-6 месяцев. Вот по мне лучше 3-6 месяцев получить пониженный доход, но вот эту недополученную прибыль, которая не перекрывает инфляцию, пока что замедлившуюся, он перекроется нам будущими денежными потоками в следующий, второй, третий, четвертый, пятый год, когда инфляция опустится ниже 10, 8, 6%, а у меня будет инструмент с доходностью 13-14%. Сделали отметочку, да? Второй элемент – недвижимость. Процентная ставка высокая, ипотечное кредитование, соответственно, схлопнулось, цены стабилизировались, где-то они непосредственно снижаются, денежная масса увеличивается, недвижимость выросла, и выросла достаточно много. У вас просто есть альтернатива. Например, если вы используете облигации, и процентная ставка будет снижаться, вот в этом видео, да, мы говорили, каким образом это работает, то есть как сделать там 100% на облигациях за 3 года. Если эти условия реализуются, ответьте сами себе на вопрос. Вот та недвижимость, в которую вы смотрите в настоящий момент. Если инфляция будет замедляться, эта квартира вырастет в 2 раза. Ну вот вы смотрите, квартира 10 миллионов, да, что значит в 2 раза вырасти? Это значит, она должна стоить 20 миллионов. Если верите, окей. Но опять-таки, свои ли вы туда деньги вкладываете или кредитные, потому что если вы вкладываете туда кредитные, камон, ребят, ставка по ипотеке 10 плюс процентов, где вы сами эти проценты будете зарабатывать, которые банку отдавать. Поэтому вот недвижимость, я не говорю, что это хорошо, не говорю, что это плохо. Лично я в текущий момент считаю, что там нет перспектив, которые бы позволили мне, по крайней мере, так же однозначно, как, например, в облигациях, что с переменом, что с постоянным купоном, сделать заявление о том, что они справятся с функцией защиты денег от инфляции. Акции лайк навсегда. Я на основе своего опыта, своим мнением делюсь, что акции выполняют функцию защиты от инфляции в России прекрасно. Рынок может упасть. Может ли упасть? Да, конечно, ребят, может. Я повел бы себя предельно непрофессионально, если бы сказал, да нет, рынок не упадет, вы что, денег что-то, дураков, фантиков, сейчас депозиты закончатся, люди придут. Доля населения, которое инвестировать, не такая большая. У нас на депозитах 36 триллионов, а на фондовом рынке только 5-6 триллионов. Даже 10%, если придет, это будет плюс 50%. Аргументов достаточно много. Может ли он упасть? Все равно, несмотря ни на что, он может упасть. Но при этом у нас очень много экспортеров. При этом у нас все равно есть высокие государственные расходы. Доходную часть бюджета откуда-то брать надо. Как долго это еще продлится, непонятно. И вопрос плавной девальвации, мы потом вернемся к валютным рискам, все равно будут присутствовать в России. Не имеют, например, валютную составляющую, рискованно. Но напрямую владеть валютой, это глупо. Получается, что наши акции, компании-экспортеров, это квази-доллар. Потому что экспортеры, они получают свой денежный поток основной в валюте. Сложная логистика, сложные транзакции, но тем не менее, все равно рассчитываются преимущественно в валюте, через какие-то кросс-курсы. Получается, что когда мы говорим про акции российских компаний, экспортеры прекрасно справляются с функцией. Любые экспортеры. Почему? Потому что у них затраты в рублях, выручка в валюте, прибыль растет. Доходная часть бюджета Российской Федерации растет только тогда, когда растут доходы экспортеров в России. Даже частных компаний. Потому что доходная часть бюджета берется из налогов корпораций. Поэтому просто покупайте акции компаний-экспортеров. Каждый месяц я покупаю акции российских компаний в портфель своих пятерых детей. Узнать более подробно про проект, как я это делаю, какая доходность проекта за 2023 год, вы можете в описании к данному видео. Проходите, смотрите, изучайте. Если хотите, присоединяйтесь. Я очень много на канале говорил про то, что если вы боитесь девальвации рубля, в плане того, что валютных рисков, что доллар вырастет, купите акции сургут нефтегаза. А теперь сравните. Доллар вырос на 50%, а акции сургут нефтегаза выросли почти на 100%. В два раза больше. То есть прекрасно справился с функцией как защиты средств от валютных рисков, так и защиты от инфляционных рисков. Ну и золото и металл и платиновые группы, они на самом деле выполняют функцию как защиты от глобальной инфляции и валютной в том числе. Когда мы смотрим на золото и металл и платиновые группы, здесь может быть два реализации. Или прямая покупка тут или физическое, или бумажное золото, или покупка акций компаний-производителей. Сделали для себя чекап. Инфляционную составляющую тему закрыли. Переходим к валютным рискам. Что нас здесь беспокоит? Ребят, просто наличную валюту держать, ну бред. Вы должны понимать, что в экономике, основанной на кредите, будь то Америка, еврозона, Китай, если присутствуют кредитные деньги, всегда будет инфляционный риск. Защита от валютного риска. Что у нас в России могут выступать? Опять-таки, облигации. Раньше это было еврооблигации, сейчас это замещающие облигации. Замещайки сейчас must have. У вас вообще облигации есть? А вы в них разбираетесь? А что такое замещающие облигации? Вот, например, еврооблигация может только квалифицированный инвестор покупать. А замещающие облигации обычный человек может покупать. У вас вообще брокерский счет открыт? У вас какая-то аллокация активов на замещающие облигации есть? У вас валютный риск вообще как-то управляется? Он как-то защищен? Про золото и металлоплатиновые группы поговорили. Тоже, сюда же, кстати. Акции экспортеров выполняют функции защиты и от валютного риска, и от инфляционного риска. Что у нас получается? Для того, чтобы не бояться девальвации, нам нужно, чтобы у нас были активы, которые преодолевают инфляцию, и активы, которые защищают нас от валютного риска. А есть ли такая чаша священного Грааля, которая позволяет сделать это все? Прекрасно есть такая чаша, которая заключается в том, что у вас должны быть облигации с постоянным купоном, переменным купоном в рублевой зоне. Консервативный. Который даже сейчас позволяет перебороть инфляцию. У вас замещающие облигации, которые позволяют получить прекрасную доходность, в районе 18-20% в рублях можно получить. Золото, металлоплатиновые группы и акции. Такая структура портфеля реально мне позволяет вообще не париться. Какой только турбулентности не было. Акции блокировали, торги останавливали, все падало на 50-60%. Одно падает, другое всегда вытягивает. Естественно, замещающих облигаций тогда не было. Были альтернативы. Но сейчас для российского частного инвестора фактически даже при наличии портфеля в 50 тысяч рублей, ребят, вы можете сделать классный, спокойный портфель. Большое заблуждение ожидать, что читая новости и просматривая какой-то хайп, это как-то влияет на ваше спокойствие и как-то влияет на прирост вашего капитала. К сожалению, моя практика показывает, что это не получается. Поэтому я призываю подписываться на канал, где спокойно, терпеливо мы занимаемся приростом капитала, зная, что у нас деньги защищены как от инфляции, так и от валютных рисков. Ссылочка в описании под данным видео. Проходите, смотрите, присоединяйтесь, я буду только рад. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!